Добрый день, друзья! После шоу мы поехали к азиатским слонам. Вообще, они оказались намного ниже, чем африканские братья, которых я видела в России. У него, у азиатского слона, выступают две шишечки на лбу. Также они держат голову более вертикально, чем африканские слоны. У них нет выступающей верхней губы, и вместо этого у них единственный пальцевидный отросток на конце хобота, которым они умело пользуются. В зоопарке были взрослые особи, а также малыши, которые были очень пушистые. А это муравьед, и несмотря на свое название, он ест не только муравьев. Основы его рациона составляют термиты, но также он ест других. А это лемуры вари. Вы только посмотрите, как ловко он передвигается. Позже мы пришли к большому аквариуму, в котором были не только рыбки, но, возможно, еще и кайман. А это кокоду, и его кормили только кто, чем мог. Кто-то дал ему хлеб, кто-то кукурузу, кто-то банан. Также мы встретили кенгуру, альбиносов и еще обычных. А еще мне удалось увидеть, как дерутся между собой дикие обезьяны и кенгуру. Посмотрите, какое у него мускулистое тело. Это казуары, что в переводе с папуасского означает «рогатая голова». А это каалы. Днем каала спит, устроившись на ветке или в развилках ветвей, а ночью она лазает под деревьем и ищет, что покушать. Но даже если днем она не спит, она обычно часами сидит совершенно неподвижно, обходив ветку или ствол дерева передними лапами, что мы и можем наблюдать. Дальше нам снова удалось дотронуться до природы в прямом смысле этого сочетания. Дальше нам снова удалось дотронуться до сочетания. А вы когда-нибудь трогали фламинго или хотели бы его потрогать? Хочется отметить, что в стоимость также входил обед. Он был представлен небольшим шведским столом, на котором можно было найти блюда с курицей, свининой, рис, овощей, а также суп томкха, который оказался в разы вкуснее, чем тот, что продавался в кафе и ресторанах рядом с нашим отелем. На территории зоопарка обитает много диких обезьян, которые тоже рады посетителям и их пакетикам с едой. В общем, зоопарк оставил себе только положительные впечатления. Если будет возможность, посетите его. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня, всем пока!